Дорогая Церковь! Я думаю, какой богатый небо бы, сколько тебе раз не пересаживали сердце, кто-то ждет эту операцию всю жизнь, все равно жизнь-то подходит к концу. За протяжение сегодняшнего нашего служения, богослужения утрешнего, за два часа 6600 людей уйдет в вечность. 6600 душ за два часа перейдут в вечность. Я никогда не задумывался об этом, наверное, недавно это только как говорят, мы живем время, когда настолько много людей, мы подбираемся к числу 8 миллиардов людей, на протяжении от рождения Иисуса Христа и до 1800 года, вот это взяло время 1800 лет, чтобы был один миллиард населения. На приход Иисуса Христа на землю население человечества от 250 до 300 миллиона людей. И он потихоньку-потихоньку рос. Пандемии, войны 300-400 миллионов, 500 и прошло 1800 лет, один миллиард людей. За прошлые 200 лет мы выросли до 8 миллиардов. Насколько огромная цена сейчас. Война, которая происходит духовно, которую мы не видим, когда идут на войну завоевать чего-то, они идут или за ресурсами, или за землей, или за чем-то еще. Это еще война за души человеческие. Почти что 8 миллиардов людей, столько же людей сейчас топают ногами и живут своей жизнью на земле, сколько было до нас. И каждого из нас жизнь подойдет к концу. Хочешь ты этого или не хочешь. С интервью Джона Маккартера, я помню, когда его спросили, как бы вы хотели умереть? Он говорит, я бы хотел спокойно умереть, чтобы рядом были близкие, родные, чтобы ничего, как бы, я не хочу, говорит, horrific death, что-то ужасного, чтобы каждый человек хочет нормально прожить свою жизнь, если ты в мире с Богом, нормально перейти к Господу. Я помню, как Билли Грейм рассказывал, говорит, я слышал, позвонил звонок мне, и говорит, звонил Эдвайт Айзенхауэр, это 34-й президент Америки. Он говорит, мы друзья были, потому что за жизнь Билли Грейма прошло много президентов. И он говорит, Билли, Билли, приедь ко мне, поговорить надо. И он говорит, когда я приехал к нему, он говорит, поговорили, говорит, расскажи мне еще раз об Иисусе твоем, потому что жизнь к концу подходила. Расскажи мне еще раз, что мне надо знать точно, что если я умру, что я в правильном направлении, что я в вечности дом. И он поделился с ним Евангелием. Друзья, сегодняшний текст мы прочитаем перед нашей церковной молитвой. Это Евангелие от Луки, 13 глава, сначала до 8-9 стиха. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их виновния, были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Струби ее, на что она землю занимает. Мы остаемся здесь. Знаете, когда пришли эти некоторые к Иисусу Христу, настолько это была актуальная тема, они все знали. Город, селение где-то просадили, они гудели вот об этом ситуации, которая случилась. Это для нас, мы сейчас читаем эту историю, где-то что-то случилось. Пилат кого-то побил и смешал кровь этих людей с жертвами. Мы не знаем из этой истории, скорее всего думают, это может быть Пасха пришла. Пришли галилеяне, люди свои, принести жертву. И прям там их убили, их порубали, и кровь их не смешалась с кровью с жертвами. И люди, которые принесли Иисусу весть, они были встревожены. Они хотели получить от Иисуса реакцию. Что же Он ответит? Знаете, эта история была близко. Когда, я вспоминаю, в 2001 году я пришел в школу, это был 9 класс. И когда мы зашли, хоум-рум у нас был, где мы получали ассайминг как бы на весь день. И включали обычный телевизор и показывали новости. То показывали здание, которое стоит и горит. И это был World Trade Center в Нью-Йорке. Оно одно еще было, еще второй не врезался тогда. И все учителя аж гудели, шумели, трепет был. Все уроки отключили, все. Что такое? Трагедия огромная. И пока мы были там утром, прям лайв, мы видели, как второй самолет взлетел. Настолько мы были пропитаны этим, знали, отключили уроки. Вся страна об этом знала. Вот этот случай, который случился там, они были погружены. Они все говорили об этом, вы слышали, что Пилат убил Галилеян. И когда они пришли к Иисусу, они рассказывали это встревоженно. Они хотели увидеть от учителя правильную оценку этому. Что же он скажет? Христос спокойно отвечал, говорит, а вы думаете, что они хуже вас были? Он говорит, нет, но если не покаетесь, с вами то же самое может случиться. И он говорит им другое, говорит, вы думаете, те 18, на которых упала башня Силамска, они хуже вас были? Они не ожидали такого ответа от Бога. Он говорит, вы думаете, они хуже вас были? Он говорит, нет, если вы не покаетесь, то же самое с вами случится. Знаете, настрой человека, когда что-то случается худое у него в жизни, что значит, что-то не в порядке. Когда с Иовом случались его вот эти переживания, через что он проходил, за один день он потерял скот, потерял бизнес, потерял дом, потерял детей своих, все. И когда он сидел, и пришли к нему друзья его, хорошие друзья были, они три дня помолчали. Они сели рядом, посидели и помолчали. Я не знаю, если бы я смог бы умолчать бы. И потом начали говорить с ним, помните, а может быть тебе посмотреть надо, за что Бог это тебе делает в жизни? Может быть тебе покаяться надо в чем-то, пересмотреть. Вот как-то у человека сразу вот такое, когда случается что-то, вот кому-то ковид прилип легко, а кому-то сильно прилип. У кого-то после ковида сразу авария получилась, и кто-то кого-то потерял, кто-то после этого еще переломался. А у тебя все хорошо. Бог говорит, а вы думаете, они хуже вас? Нет. А если не покаетесь, то же самое с вами будет. Вспоминается сразу история апостола Павла, когда они терпели кораблекрушение с другими узниками, солдатами, и когда корабль уже не мог плыть, и они причалили к острову, да, и они там развели костер. Помните ту историю, когда Павел хворост кидал, и змеюка вышла из хвороста? И написано, что иноплеменники, они думали, этот человек явно что-то уже наделал. Если он не погиб в кораблекрушении, то есть змея эта сейчас его должна укусить. Вот натуральное человеческое, когда что-то такое случается, ну, ты, кораблекрушение прошло, сейчас тебя змея чуть не укусила, ну, ты точно чего-то там натворил. Вот с тобой случается, значит, Бог тебя наказывает. Что-то с тобой... А Христос говорит, а вы думаете, вы лучше тех? Он говорит, нет, покайтесь. Друзья, покаяние. Я сегодня хочу напомнить тем, которые не покаявшиеся. Вот первая часть этого слова, это тем, что самое важное, что мы можем в жизни сделать, это покаяться. Написано, что небо приходит в движение, когда кается одна душа. Нету большей радости. Я не могу этого представить, когда кто-то склоняется дома или где-то, и говорит, Боже, прости меня, прости, я хочу наладить отношения с тобой, я хочу служить Тебе, возжиги мне этот огонь. У меня не все в порядке. И написано, небо приходит в движение, ангелы не имеют большей радости, чем от одной кающейся душе. Одна душа. Если вы сегодня не решили вопрос ваш с Господом, и вы имеете сомнения, если жизнь моя подойдет сегодня к концу, попаду я в рай или в ад, применитесь сегодня с Богом. Бог говорит, покайтесь. Имейте покаяние. Это намного важнее, чем сегодня определиться в семейной жизни. Если ты думаешь, что ты определишься, кто у тебя будет муж или жена, что это самое важное, а может быть ты думаешь, какая профессия поступить тебе в Гарвард, в Йелл или в Принстонс, учиться, это не самое важное. Не самое важное, в каком зип-коде находится твой дом или сколько нулей в твоей зарплате, когда ты такси оформляешь. Сегодня самое важное, что ты можешь сделать сегодня, это примириться с Богом. И если Дух Святой нас побуждает об этом, не откладывайте это на завтра. Найдите мир и примирение сегодня с Богом. Друзья, и не я соединил эти два места вместе, это Иисус написал. И вот после вот этого, когда Он говорил им, что вы не лучше тех, Он рассказывает им притчу. Почему? Я не знаю, но эта притча звучит так. Он говорит, что «И сказал сию притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать на ней плода, и не нашел, и сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу срубию, на что она землю занимает». Мы не можем, мы можем трактовать сейчас, кто как видит, кто виноградарь, почва, смоковница, плоды и все. Эта история выдуманная. Этого не случилось. Иисус эту историю рассказал, чтобы людям показать, что есть посаженный. Он говорит, я третий год прихожу, а плода нету. Но договорится о нас с вами. Хочешь, не хочешь, хоть налево, хоть направо, мы деревья, те, которые посадил Бог. Он говорит, что есть место, где растут плоды, есть виноградник, и кто-то посадил в винограднике смоковницу, и он также ухаживал за ней, она в той же самой земле была посажена, одна и та же земля. Тебя также поливают, как все остальное, все те же самые условия, но на тебе нету плода. Он имеет терпение, он говорит, я третий год прихожу. Не просто так был этот разговор, что выросла, нету ничего, сруби. Он говорит, я прихожу, если мы посажены, если мы дети Божии, Бог нам дает жизнь, то у нас должен быть плод. И хочешь, не хочешь, этот плод должен отражаться в нашей жизни. Смотрите, послание Галатам, если мы читаем плоды Духа Святого, там написано, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, миросердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Где, как мы можем проявить любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера? Это между нами с вами. Это мы с вами здесь, это мы с вами дома, это мы с вами на работе. Вот хочешь, не хочешь, это наша жизнь. Наши плоды, это не просто так, что я вышел, я научился петь, я спел, это вот я плод принес, или я научился проповедовать, или я участвую где-то. Наши плоды, в основном, это наша жизнь. Вот эти все качества, где ты можешь проявить кротость, долготерпение, любовь, радость, но ты не можешь сам собой радоваться. Вот ходишь и радуйся, улыбайся всем, скажут, ну что-то у него не в порядке с головой, если он все время радуется. Ты покажи радость с теми людьми, с кем ты соединяешься, с кем ты соприкасаешься. Человек радостный, с ним приятно быть. Он может и долготерпеть, и кротость показать. Это наши плоды, друзья. Что-то должно быть. Я вспоминаю, когда Игорь Валентинович Сыба проповедовал отсюда, он говорил о плодах, говорил, он говорил, дерево не может само свой плод съесть. Но если ты вырос, на тебе есть плоды, это для кого-то. Чтобы кто-то воспользовался твоими плодами, не может дерево само чамкать это яблочко, скушать его. Не можешь. Три года, говорит, прихожу, плодов нету, сруби ее. Я не знаю, здесь, наверное, много огородников, у меня почему-то не получается, я какой год сажаю кабачки, ничего не растет. В этом году куст вырос такой огромный, листья по метру, цветы, там хоть гнезда строй, плода нету. Эти листья можно было срубить, и сестрам, которые Ироду на Рождество машут. Как раз подошло бы, плода нету, красивый, в той же грядке, где все остальное, удобрение, все, все условия, нету плода. Друзья, пусть это слово будет тем, кто сейчас в Доме Божьем, если Дух Святой вам покажет, он показывает, он внутри говорит нас, где нам надо настроить, где я должен показаться, где я должен как бы сказать, подтянуть вот это свое хождение, что мне надо исправить. Смотрите, что пишет апостол Петр во втором послании, в первой главе он пишет, то вы прилагая к сему все старание, это первая глава, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, воздержания терпения, в терпении благочестия, где это, кому это все, в благочестие, братолюбие, в братолюбие и любовь. Если это есть у вас и умножается, то вы не останетесь без успеха и чего? И плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. никуда не убежишь. Это между нами. Во всем этом, вот это и есть братолюбие. Почему Иисус Христос говорил, вот научитесь любить, показывайте любовь ближнему. Почему это самая большая заповедь? Делайте, вот это друг для друга. Не можешь ты ходить, быть, спитать, слушать, петь и не меняться. И не иметь плода для ближнего. Друзья, поможет Господь, чтобы мы это помнили. Почему еще это важно? Потому что этот же самый Петр пишет нам в первом послании. Смотрите, во второй главе, он пишет в 12 стихе, так интересно, мне этот стих, он просто как золотой стих. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили в Бога в день посещения. У язычников, у неверующих, тех, которые окружают нас, наши детки, которые невозрожденные, наша молодежь, наши прихожане, кто приходят сюда, те люди, которые невозродились, которые Дух Святой не живет еще в них, у них есть день посещения, когда Господь посещает их, Он хочет, чтобы они покаялись. И Он говорит, что они, когда увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения, смотрят на нас, как мы живем, насколько мы приносим плод из тех, которые мы перечитывали. Не просто так, я в сторонке, в тишине, лишь бы до вечности. Нет, Господь нас насадил здесь, в Стэдкаледжи, в Америке, для того, чтобы мы жили, приносили плод. Да благословит Господь нас, помните об этом. те, у кого есть желание примириться с Богом. Примиритесь, не откладывайте это на следующий день. И пусть Дух Святой покажет нам, те, кто знают Господа, где нам надо меняться. А нам есть в чем меняться. До того, как закроются наши глаза и выйдет и Дух из нас, до смерти мы должны меняться и преображаться в образ Иисуса Христа. Будьте благословены, помолимся. Аминь.